Приветствую вас, друзья, в своем канале Пазарок в интернете. И в этом видео пойдет речь о новом браузере Netbox, который нам платит на халяву 20 монет, только за регистрацию... А, нет, извиняюсь, не за регистрацию. За регистрацию это одно, а за то, что вы после регистрации создали кошелек. Уже за это вам платят 20 монет. И так далее в видео. Пойдет краткий отчет, о том, что я получил с этого проекта. Я зарегистрировался в этом проекте 7 июля, буквально, ну не 7, может 6 где-то, написал видео, что тут платят. И сейчас я вам просто хочу сказать, что у меня из этого получилось. Итак, друзья, кто не зарегистрировал, ссылочка в описании, зарегистрируйтесь. О реферальной программе чуть позже, там немножко такая заговыристая, но кто не знает, если я расскажу тоже. И вот после недельного использования этого браузера, я хочу сказать, что в принципе все нормально. Но правда, антивирусник ругается. Если будете качать, антивирусник будет ругаться, он будет противиться этому, а он будет дочитать, что вы качаете какой-то вирус. Ну, ничего страшного, просто разрешайте и все. Ну, ничего страшного, я уже доверился ему одну биржу, пробит, в которой я зарегистрировался, поставил расширение по проекту Пресерч. Также здесь вот, вот у меня стоит здесь в правом углу, кстати, а если у вас проект Пресерч отображается некорректно, то вам следует установить два расширения сразу. Вот видите, у меня их два тут. У меня когда одно стояло расширение, оно отражалось как-то некорректно. Потом я поставил второе расширение, и оно стало отражаться корректнее. И все, как обычно. по этому проекту Пресерч, кстати, также платит вам за поиск в интернете. Тоже ссылка будет в описании. Давно пользуюсь этим поисковиком. Тоже, кто не зарегистрирован, зарегистрируйтесь, будете просто получать на халяву за то, что ищете в интернете. Ну, как обычно. Тоже видео будет в описании, посмотрите. И дальше, вот в правом верхнем углу, также в расширении, увидите вот такой эксплойер, можно сказать, кликайте по нему, и вы попадаете вот на такую вещь. Ну, перед началом, когда вы не зарегистрировались, вам надо будет скачать этот браузер, сделать кошелек, посмотрите первые мои видео, там я подробно все описал, и что я вот заработал за эту неделю. Вот смотрите, мне давали 20 монет за регистрацию, плюс одну монету за то, что я зарегистрировался по реферальной ссылке, и мне сегодня еще пришло три монетки подарочные, за то, что я пользовался неделю этим браузером. активно, можно сказать, пользовался, и вот у меня на счету уже 88 монет этих монет этого браузера. Чтобы посмотреть дальше, все транзакции, которые, также вот кликайте по вкладке transactions, и тут все увидите у себя. Вот смотрите, вчера специально полные сутки, вот прям полные сутки не выключал компьютер, все 24 часа у меня был включен компьютер, и мне пришло на счет 17 монеток, 17, почти 18 монеток, плюс мне пришло за стейк, за то, что я отправляю деньги на стейк, монета 46, и плюс 3 монеты мне пришло за то, что я активно пользовался в течение недели. И в общей сложности мне пришло 22 монеты, и вот у меня минус 22 монеты, я их отправил снова в стейк. В общем, каждое утро у вас будет отображаться баланс, сколько вы заработали, насколько активно вы пользовались, за столько вам и будет зачисляться. Вот я в сутки прополился, мне пришло на счет 17 монет, в принципе, неплохо. Вот 80 монет, по 40 центов, там можно посчитать будет 8 долларов в 20 монет, плюс 4, если умножить, ну, где-то около 32 долларов по текущему курсу, даже больше, там где-то 40 долларов получается, не буду еще считать, где-то вот я вот заработал, я вот заработал то, что вот просто пользовался этим браузером. В принципе, я полностью уже мигрируюсь на этот браузер, полностью перехожу на этот нетбокс и, наверное, буду в дальнейшем пользоваться им, получать за это монетки. На белой бумаге у них там выход на биржу будет где-то в августе, по-моему, надо будет отдельно как-то написать это видео, какие-то там планы будут, но где-то в августе мы можем уже продать эти монетки, ну, лучше всего их вкидать в стейк и получать за это пассивный доход. Так, стейк, вот он, стейк, вам каждое будет приходить, вот, каждое утро вы кликаете на стейк, потом вот сюда, вот то, что у вас тут будет на балансе, вот у меня ноль сейчас балансов, потому что я уже закинул их на стейк, то, что у вас будет здесь на балансе, просто вот сюда вот записывайте, сколько у вас монеток, и сюда выгоняйте паспорт, ну, пароль, пароль, который вы придумываете при регистрации, и далее кликайте send, ну, в первом видео там будет все подробно описано, как это делается, так что вот, друзья, рекомендую вам пользоваться этим браузером и зарабатывать. По поводу реферальной программы, реферальной программы, вот, смотрите, вот видите, у меня тут уже четверо партнеров, но они не активны почему-то, ну, наверное, вот, не знаю, почему-то не понравилось, они не активны, они просто вот перешли по моей ссылке, зарегистрировались, но почему-то не создали кошелек и все такое, но это у меня не активны они, в принципе, одной монетке они получили бы за то, что перешли по моей ссылке, они получили бы одну монетку и я получил бы одну монетку, но так как они не создали кошелечек, у них, у нас тут с ними все по нулям. А по поводу реферальных ссылок, дальше, вот реферальная ссылка, видите, тут ярко-синяя, а тут уже бледно-синяя, это значит, уже реферальная ссылка, человек, который зарегистрировался по ней, она уже недействительна. Вам нужно будет кликнуть на этот плюсик и у вас создастся еще одна, сгенерируется еще одна ссылочка и больше трех ссылок вот тут можно создавать. А еще что, я спрашивал в телеграм-канале, там у них, почему вот такая система у них, реферальная программа, ну, из-за того, что они не хотят там, они хотят видеть живых людей, а не этих ботов, которые могут регистрироваться по одной реферальной ссылке тысячами. Ну, в принципе, нормально это все. Главное, следите за то, что если человек перешел, значит, вам надо будет снова кликнуть на плюсик, сгенерировать одну ссылку и поменять ту ссылку, которую вы распространили в соцсетях, где там друга отправили, неважно. Главное ее заменить, заменить и дальше продолжать приглашать людей. Еще что, по поводу русскоязычного перевода на русский язык. А на русский язык, вот видите, здесь не переводят. Транслейт русский, он не переводит. Вот просто он говорит, транслейт, ну, он не переводит. Я выношел в их сложении такое. Я скачал также расширение, вот оно, гугл транслейт, транслейт не гугл, а просто транслейт, ну, переводчик с английского на русский. Как им пользоваться? Например, вы хотите прочитать какой-то английский текст. Вот так вот выделяете, выделяете и кликайте на этот транслейт. И у вас тут переводится уже. Должно переводиться во всяком случае. Или же, если так не переводится, вот он, такой переводчик, вот, что-то переводит, что-то не переводит. Ну, не переводит в основном то, что связано с этим, с Explorer, с блокчейном. Потому что блокчейн, он как-то все-таки англоязычный, а программа пишется на английском, и как-то на русский язык он переводит некорректно, и не считает нужным это переводить. И поэтому, но если вот на обычную страницу зайдете англоязычную, он с удовольствием переводит. Допустим, переходим на вот Netbox аккаунт. Что вы тут хотите прочитать? Допустим, вот, так же вот кликайте на него, и вот тут Translate his page. Вот на нее кликайте, и у вас вот выходит такая вещица, Google Переводчик. И он полностью переводит страницу сразу. Вот смотрите, тут все по-русски написано. Так же и не только здесь, вот на любой сайт, куда вы перейдете, англоязычный, так же кликайте вот на эту вот вещицу, Translate his page, и все переведется с русского, с английского на русский. Потом, когда нужно будет дать, просто кликайте на крестик, и у вас возвращается все обратно. Ну, в принципе, все. Браузер хороший. Не обращайте внимание на антивирусник, если он будет ругаться, качайте его, разрешайте, и у меня претензий нет. Ну, в принципе, друзья, все, весь отчет. Что тут еще я хотел сказать, в принципе, все, что хотел сказать, сказал. Пользуйтесь, кому нравится, зарабатывайте. Пока халява. кстати, полторы тысячи человек только могут получить эти халявные 20 токенов. А еще я спрашивал, можно ли с одного IP-адреса регистрировать аккаунты. Бонус придет только на один компьютер. На остальные компьютеры, которые у вас там в доме, там пользуются кто-то из семьи, на тех уже бонус не придет, не распространяется. Там как-то бот все это выслеживает. и только вот приходится будет ли работать стейк за то, что вы используете. Наверное, стейк работать не будет, а то, что вы им пользуетесь, будет работать. Я не сегодня, завтра подключу еще пару компьютеров своих и посмотрю, как это будет работать. И потом уже отчитаюсь в следующем видео. Так что подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик и вы не пропустите это видео. Все, всем спасибо, всем пока.